Как садоводы обращаются с растительными отходами? В СНТ «Возрождение» прошел рейд с руководителем региональной общественной организации «Сады за Ками», представителем рекоператора по вывозу твердых коммунальных отходов и экологам. Цель мероприятия – привить дачникам культуру правильного обращения с отходами, в том числе с травой, ботвой, обрезками деревьев. Мы сегодня выехали на рейд. Татьяна Кухлинская – первый садовод, к которому заглянули в гости участники экологического рейда. Дачный участок, который она с мужем приобрела примерно 30 лет назад, очень большой. Поэтому и растительных отходов образуется много, говорит Татьяна Андреевна. У нас вот есть размельчитель. Мы вот, например, ботву, и картофельную, и помидорную, и от перцев. Все это размельчаем и рассыпаем в малину, в кусты. Также ежегодно Татьяна Кухлинская выкапывает ямы под компост. Когда они наполняются травой, дачница засыпает их землей и сажает на это место сидираты. Растения, благодаря которым остаются питательные вещества в почве. А на следующий год высаживает садовые культуры. А вот вы куда свою ботву складываете? Ботву мы сушим. Дачники с соседней улицы тоже не выбрасывают растительный мусор. Траву они складируют в компостную яму и сжигают у себя на участке. Мы сжигаем закрытые бочки, рядом есть емкость с водой, и песок есть тоже присутствует на территории. Сжигать растительные отходы на дачном участке можно. Исключением является период противопожарного режима. По словам представителя регоператора по вывозу ТКО, дачники часто оставляют растительные отходы возле контейнерных площадок. Люди привозят ботву, спиленные ветки, тележками. Заваливается площадка вокруг, так что часто ее даже невозможно обслужить. То есть спецтехника просто не может к ней проехать. Здесь в результате именно хорошей информационной работы совместно всех служб, мы видим, что контейнеры наполнены только твердыми коммунальными отходами. Экологический рейд проходит в рамках реализации дорожной карты, которая осуществляется с 2018 года. Каждую весну и осень руководитель региональной общественной организации «Сады Заками» совместно с экологами выезжает на территории СНТ Тукаевского района и проводит профилактические беседы. Итогом этого всего служит экономия, в первую очередь, членских взносов самих садоводов, потому что они перестали, садоводческие товариства, вывозить воздух, который образуется, то есть из-за неполного наполнения, ввиду того, что туда складывают рамы, ботву всякую, обрезки веток. И второе – это санитарно-экологическая безопасность как самого садоводческого товариства, так и прилегающей территории. По сравнению с предыдущими годами, значительно уменьшились нарушения, ввиду того, что нами была проведена большая профилактическая работа. Большинство садоводов начали утилизировать грамотно ветки, растительный мусор, листья у себя на участке, тем самым облегчая нам работу. Главная цель подобных рейдов – не нарушители и штрафы, а сохранение природы, подчеркнул эколог. Лисанга Бдрашитова, Руслан Бакиров, Новости набережной Челны.